МИФЫ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА ВАКЦИНА РНК ПРЕПАРАТОМ ПРИВЕДЕТ К СЕРЬЁЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ЗДОРОВЬЯ Ну и каким это образом относятся к нам, к россиянам? Все вакцины, которые разрешены к применению, зарегистрированы на территории Российской Федерации, ни одна из них не создана на платформе РНК, ни одна. Есть платформа ослабленная вакцина, например, как полиэмилит, живая ослабленная вакцина, вот первая платформа, вторая вакцина, инактивированная, вирус убили в этой вакцине, его нет живого, это вторая платформа. Есть платформа векторная, это такой такси, который доставляет антиген по назначению, место назначения, вот векторная вакцина, это спутник ВИИ. И есть разные разновидности, еще платформ, одна из которых РНК-платформа, вот РНК-вакцина, вот эта новая технология действительно не изучена. И ведь не просто так и производители этой вакцины, разработчики этой вакцины, Pfizer и BioNTech, на сегодняшний день они получили только временное разрешение на применение вакцины. И в соответствии с протоколом, третья фаза клинических испытаний завершится только в 2022 году. Спутник ВИИ – отработанная технология векторной вакцины на основе аденовируса, совершенно безопасного вируса для человека. Это как раз те вакцины, которые позволили остановить эпидемии, которые реально угрожали ведьмиру. Это было больше двух лет назад. Люди, которые получили эти векторные вакцины, находятся в поле зрения, с ними все хорошо. От антител умереть нельзя. Как можно умереть от памяти? Антитела – это память, это иммунная память. Может, можно умереть от памяти? Ну, нет, конечно, нет. А антитела как раз и формируют вот эту вот иммунную память. Субтитры создавал DimaTorzok